Проходим дальше. Вот скажи мне, Виктор, скажи-ка честно, это человек или робот? А? Точно? Ты уверен? Ты хорошенько проверен? Потому что мне вот кажется, что у тебя в голове набор запрограммированных команд вместо мозгов. Никогда не думал проявить чуток гибкости? Всего капельку, а? Никогда не думал, что продавать масло и продавать бензин — это не одно и то же? Я... Слушай меня, Виктор, послушайте меня секундочку, пока у твоих маленьких электрических мозгов не села батарейка. Когда ты продаешь ему масло, ты продаешь ему вкусный завтрак. Человек может жить без вкусного завтрака. Да, большинство людей в этом городе даже, блядь, не догадываются, что завтрак может быть вкусным. Когда ты продаешь ему масло, он в позиции торговаться, потому что если у него не будет масла, он будет мазать тосты глиной. И Богом клянусь, будь жрать их с не меньшим удовольствием, но когда ты продашь ему бензин, Виктор, когда ты продашь ему бензин, ты продашь ему его бизнес. Продашь ему смысл его существования. Потому что, Виктор, если у него не будет бензина, ему придется прикрывать свою заправку. А если он закроет свою заправку, у него на столе не будет ни масла, ни тостов. И вообще у него не будет никакого ебаного стола, потому что кредиторы отберут у него его ебаный дом. А человеку нужен ебаный дом, чтобы ему было куда ставить ебаный стол. Ловил логику, да? Теперь привари ее со своими сраными электродами Или чем ты там обычно думаешь И перезвони мне, когда договоришься о нормальной цене А, уже здесь Прости, Джейк, у нас тут высокий сезон Весь день придется на телефоне сидеть Я могу звать тебя, Джейк, правильно? Это чего я спрашиваю? Я уже зову тебя, Джейк Пошли сядем Могли бы прокатиться в бар, кстати Я жду звонка, но я могу Здесь вполне удобно, уверен? Ну, как ты знаешь Вот за что я люблю шарпут Даже если забыл поставить пиво в холодильник Оно все равно будет холодным Да ты угощайся Не похоже на пиво, а? Что тут? Вот самый знаменитый воничный суп А ты попробуй Попробуй, попробуй, не брезгуй Половина шарпута ест этот суп каждый день И никто не умер Во всяком случае, я не умер от супа Теперь я понимаю Теперь я понимаю, почему ты думаешь, что люди, попробуя этот суп, захотят убраться отсюда подальше Ну да, но многие остаются Что их тут держат, как думаешь? Семья? Друзья? Друзья? Да нет, ничего проще, чем завести друзей Ты когда приехал в шарпут Вот недель 10 назад или даже 8 И смотри-ка сразу же окружен новыми друзьями Нет, нет, дело не в друзьях Дело во врагах Спроси любого в городе Спроси бедняка Спроси богача Если ты, конечно, найдешь тут богача У всех есть враги У всех есть сосед, которого они не выносят Ну как можно уехать из шарпута, оставив здесь своего врага без присмотра Чтобы он посадил вишню на твоем заднем дворе Чтобы он вместо тебя скупал лекарства по льготным ценам Чтобы вытепил себе твой прекрасный кусок земли на кладбище Нет, такого никто не позволит Врага нужно изматывать годами Всю жизнь, если потребуется С врагом все привыкли воевать до последнего Как только у тебя появится враг, ты обречен Ты больше не можешь мыслить свободно И старый шериф Уэллс уже обречен Он не выносил наркотарговцев Их сам к ним выношен Уэллс вообще их за людей не считал Презирал сильнее, чем убийцы насильников И как только в городе появились стебляцкие галстуки Он тут же решил, что они его враги Враги, которых он должен побороть, понимаешь? И даже если бы ему к этим чудом это удалось Что дальше? Каких еще врагов он себе выдумал бы? И этот спектакль, что мы ему устроили той ночью Да у него не было ни одной разумной причины считать, что в том доме прячутся именно в галстуке Но один телефонный звонок Прямо вот с этого телефона звонили, кстати И он уже помчался, где ночью Бог знает куда Можешь считать, что он сам подставился под пули И двух молодых копов подставил под пули Хотя они были совершенно ни при чем Шериф Уэллс придумал себе врагов И поплатился за это Полицейский поплатился за то, что делал полицейскую работу И что, Джек, думаешь, я считаю, что нам не нужна полиция? Конечно, нужно Был тут у нас один случай совсем недавно, за месяц этого приезда или даже меньше Один мужик по имени Рокко, он у нас тут мясом торговал, обнаружил как-то, что его старенькая мама Такого Берта, то ли деменция, то ли слабоумие Или это одно и то же В общем, бедная Берта начала все забывать Даже Рокко в лицо перестал узнавать А потом вообще исчезла куда-то И что решил наш Рокко? А наш Рокко решил, что его мама похитил Ив Менке Еще один мясник местный Конкурент, так сказать Нет, это только подумай У человека пропадает мама Старая больная мама, которая не может запомнить дорогу к туалету А у него первая мысль, что ее похитили конкуренты В фильмах пересмотрел, наверное И что же сделал Рокко? Рокко взял молоток Пришел к Иву Менке домой Проломил ему череп Потом проломил череп его брату Проломил череп его отцу Потом спустился в подвал с криками Мама, я пришел тебя спасти В подвале пусто Конечно, блядь, там пусто И вот он, ошарашенный Возвращается домой, весь кровищный зря Понажимает в руках молоток А мама его сидит в кресле И спокойно вяжет Пригулял денек по лесу И вернулась Даже не помнит, что уходила куда-то Теперь Рокко не выйдет из тюрьмы до конца жизни Но вот если бы он сразу позвонил в полицию Если бы копы прочесали лес И поискали бы там бедную Берту Хорошенько, ничего этого бы не было Так что полиция, конечно, нужна Не думай, Джек, что я считаю полицию врагом Я не выдумываю себе врагов Я не повторяю ошибок старого шерифа В отличие от нового шерифа Что, устроишь и единичный спектакль? Я мог бы, конечно, но что дальше? Марина говорит, что после смерти Гейла Гринберга В департаменте нет первого заместителя Значит, если шериф вдруг погибнет Его и ее место может занять кто угодно А мне не нужен кто угодно Мне нужен ты Прошу прощения, ты ведь работаешь в департаменте шерифа Неофициально, так? Я думаю, настало время узаконить твой статус Первый заместитель шерифа Плохой статус, да? С чего бы Лили официально назначать меня первым заместителем? Ты совсем не слушаешь, Джек Лили придумала себе врага И согласится на что угодно лишь бы поквитаться с этим врагом Уж поверь мне Прогони галстуков из шарфа, да и должность твоя Она секунды не будет думать Я не уверен, что она Только подумай, Джек, только подумай Галстуки не просто наводнили город наркотой О нет, этого было бы недостаточно Галстуки били ее драгоценного шерифа Уэллса Ну она в это верит, во всяком случае И тут бы им остановиться, но нет Галстуки били Гейла Гринберга Они переборли? Ничуть Теперь Галстуки били еще из-за этого яку капитана Картера Насколько мне известно, ты, Джек, позаботился о том, что бедняжка Лили именно так и думала Можешь быть уверен, Джек Ненависть к врагу застилает нашему шерифу глаза Как и ее предшественнику Как и предшественнику ее предшественника Считает у нас Шарфуде, и тут такая традиция Предположим, она согласна Хотя я не очень-то в это верю Но уходит, мне нужно будет задавить этих галстуков А это проблема? Я думал, ты опытный коп Я даже не знаю, где у них штаб Зато я знаю Зачем мне потом наш отличник, Артур Шерман Этот ботан и неделя не продержался в запертибе с книжек Я выменял все самые ценные секреты коварных галстуков На томик Виконта де Брежелона Представляешь? Даже если я смогу Должно быть Виктор Не волнуйся, Джек, она согласится Вот увидишь Согласится ни разу думай Позвони мне, как заключишь сделку Только не тяни Вот небольшой сувернер из Фрибурга Здравствуйте Что? Почему он нуждает так много? Не важно, сколько он хочет платить Это физически неизвестный Там сказано, что бойт враг номер один Фрибурга Мне что-то в этом духе Опять алкоголики Магазин алкоголя Неизвестно, что, например, он в магазин алкоголя Так Гудвин, ну давайте Женщина утверждает, что ей дали на сдачу фальшивую блокноту Я 60 лет проработал на монетном дворе На ощупь могу отличить настоящий купюр от дешевой подделки Так это ложный вызов Охранник застраивает за крылью ученых играть в русскую рулетку Так, а что там еще? Еще одно Тело исчезло из мурга Выпивка меня больше интересует Отлично Зара Аврамов утверждает, что у нее на втором этаже взорвалось что-то мощное Стекло посыпалось, когда она вышла на крыльцо за утренние газеты Мисс Аврамов боится, что грабители забрались к ней на крышу Использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в дом Короче, тоже ложный вызов Блин, что же они так дорого стоят И так мало дают эти все тренераты Еще и за них не будет копов на вызовах Наверное, вообще качать бессмысленно здесь Пожилой женщине попалась новая банкнота, она ошибочно забила тревогу Так, здесь что, дед с криками разогнал от себя людей И запрещает подходить к нему ближе, чем на 20 метров Да и взорвусь, если ко мне хоть куда-то одна мразь приблизится Да, это тоже ложный вызов В тюремном дворе стоит два заключенных У одного в руках револьвер Он собирается крутить барабан За этим наблюдает пьяный охранник с винтовкой Давай, Грег, скрути барабан Если выживешь, то сможешь тут же выйти С тремных ворот с свободным человеком А если нет, станешь билетом Наволил для своего дружка Пробитым билетом Никакой, наверное, закрепить заключенным бросить Заключенный хотел было послушать скопа Но охранник кнул его винтовкой Реакционал, крути барабан И то я сам тебе пыли в башку пущу Бросить светошумовую гранату Либо встретил охранники Давайте бросим светошумовую гранату Светошума граната Грушула охранника тюрьмы И он стал легкой добычей полицией Ее взрывом задело и заключенного с револьвером Он рефлекторно нажал на курок И пристрелил себе голову Так, господи, надо было стрелять, что ли? Сейчас переиграю Так, дубль-два, приказать, бросить Охранник снайпером Выстрелить в охранника Попал охранника в сердце Заключенные вернулись в камеру 529, в прогрессе На верхушку церкви забралась женщина И уже несколько минут стоит там За ее ваке считают, что она намерена покончить с собой Это тоже похоже на ложный вызов Где-то пронял бумажник где-то возле остановки И долго не мог его найти Он специально разогнал людей, чтобы те не мешали его поискам А взорваться могло только его терпение Школа имени Астрид Мистер Нэш, я уж влюблен Лора самый Самый веселый человек на свете И предложение я ей хочу сделать оригинальное Удивить ее будет непросто Лора работает с детьми, которые каждый день творят невероятные вещи Но я все продумал Вы дадите мне полицейскую форму И копа шофера со светошумовой гранатой Мы подкараулем лору, когда она будет в кабинете Одна, забросим туда гранату для вау-эффекта И такие, врываемся БМ, пиу, пау, бмв Обвиняйтесь в краже моего сердечка Она приходит в себя А перед ней на одном колене стою я с кольцом Такого она точно не забудется Деньги я потратил на кольцо Видели вы этот бриллиант Так что за вашу услугу могу предложить новенький видеомагнитофон И пивка сверху поставить по рукам Так, копа со светошумовой гранатой Давайте вот это отправим Это, конечно, бредовое задание Она может там поставить вообще-то Женщина не пыталась покончить с собой Она оказалась маляром, который должен был покрасить колокольню Она забыла ввязаться веревкой Размышляла, работать ли ей без страховки Ведь лень спускаться Женщина постояла на верхушке церкви еще немного А затем все же спустилась за страховкой Местер Нев все прошло идеально Чувак круто продумал Надо будет своей Кэти такой же устроить Женщина утверждает, что друг ее сына боится уходить к себе домой Потому что его там жестоко избивают Это тоже ложный вызов Женщина услышала за окном автомобильный рев И звонкий удар Пару секунд спустя раздался чей-то крик И ее тоже ложный вызов Да ладно, еще один штурм Похоронное бюро Гарм Поминки криминального авторитета Джаниса Кокинеса Закончились еще одной смертью По словам владельца похоронного бюро Убили Тони молодого парня Который вместо того, чтобы сказать пару вежливых фраз об усопшем Начал осуждать традиционный ритуал В семье принято Класс в гроб некие ценные вещи Парня заткнули Какой-то пожилой мужик загорал, что Джанис сейчас в гробу переворачивается Выхватил ствол и застрелил Тони Началась суета В ходе которой выяснилось, что из гроба пропали те самые ценные вещи Теперь похоронная процессия разбрелась по бюро и ищет их Так, ладно Давайте подожду еще если вызовут Заправка Бездомная женщина залезла в кабину грузовика, пытаясь согреться в кабине Оказалось так же холодной, как и на улице Она взяла канистру, облила топливом сидений и подожгла их Круто 5-23 в прогрессе Идет вдоль дороги, позади нее грозит грузовик Переехать женщина, ехать женщине на перерез Патронная машина перегородила женщина путь Бездомная шумнула канистру в лобовое стекло Машины, канистру пробила стекло и разбила копу в голову Бездомное удалось сбежать Бред вообще, ладно Раскрыл загадку ржавого гвоздя Он так завидовал редкой пародии черной курицы Билла Баклера Что не выдержал и решил украсть ее для себя Включить сирену Послушать сирену, бегом и женщина поняла, что я некуда убежать и сблазь полиции Так, штурм 5.19 в прогрессе Так, подростки, ну вот этих пошлем Так, теперь на штурм Нормально, с интеллектом он сразу три кадра дал Так, хотите поставьте на паузу, прочтите, какая я не буду обменивать Я сам разберусь Подгузники тоже Какие-то клерки, нафиг их вообще Допрашивать Так На этой миссии вроде не будет ограничений по времени Но, может быть, там будут какие-то улики, не знаю Чтобы не тупить, долго не ждать Может я так стрельбу начну, как бы прорашу Все, что называется Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Есть там какие-то штуки, которые можно залутать, но не знаю, что мне в лом из-за них тут 2 часа всех аккуратно врубать, просто я могу сейчас начать пальбу стрельбу, их заагрить на себя и все, и сразу всех мочкануть. Продолжение следует... Продолжение следует... У него с ловушками есть, так, это у меня кто выбран? Мединато. Мединато без ловушек, как раз пусть с ним и идет. Это кто? Накипь. Накипь с ловушками, так, еще у меня тут... Хотя это тоже с ловушками, но накипь тоже может с ними пойти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну-ка, дубинки у всех есть, интересно? Продолжение следует... Нет, не у всех... Продолжение следует... 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 580 We have a visual Getting the Man Продолжение следует... Ух ты, он быстро в себя приходит... Так, стоп. А я что, не ныкаюсь, типа? Ну пусть сюда. Сейчас здесь чего-то... Ой-ой-ой. А, или повезло. Да ладно, дубинки нету, блин. Тогда перцовым баллончиком воспользуйся. Надо этой больше не пользоваться без дубинки, нахрен. Специально взял всем дубинки, чтобы выдавались. Они тупые, что ли? Не выдают дубинки, блин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я и думал, медината женщина. Как мне это вот обезвредить? Надо дождаться, наверное, пока он это... Или использовать этот шокер. А, у меня нету этого. Субтитры сделал DimaTorzok. Что, неудобно, что он сам так перекидывает? Ну ладно. Ой, блин. Да вы... Вы шутите. Мне повезло, что у меня этот тизер есть. Ходжес тоже тизер есть, надеюсь. Ладно, через тизер пройду. Значит, два к минимуму мне нужно будет докупить. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, там одна коробка. Так... Так... Добавил DimaTorzok. Ходжес. Добавил DimaTorzok. Надеюсь, не увидит. Добавил Дима Торзок. Добавил Дима Торзок. Ладно, придется эту коробку этой отдать. Продолжение следует... Ходы, конечно, очень медленно, анимации очень медленно. Нужны настройки бы. Ну и сохранений не хватает. Такое-то, что у меня есть? Не успеет. Продолжение следует... 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 Ух ты, вот он какой маршрут делает, нифига себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Продолжение следует... Блин, не могу я его переносить. Че-то заметили его что-ли? Все, спалился я. Все, тревога. И свет шумовое у них. Этого я смогу дубинкой. Еще два их нужно как-то... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...